Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте. На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду я, Михаил Горин, мои собеседники, израильские журналисты, оба Марка. Но мы как-нибудь разберемся. Марк Катгарский и Марк Горин. Приветствую вас, коллеги. Приветствую. Можно по отчеству. Ну, попробуем. Как-нибудь разберемся. Поговорить я хочу о той ситуации, которая сложилась у нас вокруг судебной реформы с начала года и до сих пор это все дело тянется всех противоречий вокруг нее. Я понимаю, что тема очень большая. Попробуем ее сузить. Вот сегодня, когда мы с вами разговариваем, противники судебной реформы проводят очередную акцию протеста. Я говорю очередную, потому что она стала уже давно практически еженедельной. Но впервые, если раньше точнее, все лозунги и требования участников протеста касались судебной реформы и требования ее отложить, закрыть, не принимать, не имеет значения, но касались именно судебной реформы, то сегодня уже прошел, проходит так называемый день равенства. Именно под такими лозунгами выступают протестующие. Они требуют равенства в вопросах службы в армии, они требуют равенства в вопросах заключения брака, они требуют равенства для тех, кто придерживается нетрадиционных сексуальных отношений и много чего другого в числе требований, даже цены на продукты, на жилье и так далее. То есть, вот у меня первый вопрос к Марку Котлярскому. На твой взгляд, протест расширяется или это единичная акция с другими лозунгами. Протест, который раньше, до сих пор был подчеркнут общественным, туда даже не допускали на главные площадки представителей оппозиции и политиков. Они вынуждены были выступать где-то одна в провинциальных городах. То вот теперь протест меняет, что называется, свой профиль? Он перерастает в политический? Во всяком случае, это попытка, скажем, перерасти в политические, учитывая требования. Но на самом деле, вот я сейчас как раз перед программой, я смотрел внимательно информационную ленту и все сходятся на том, что эта идея потерпела полный провал. То есть, несмотря на то, что было объявлено, что в четверг это будет с одной стороны, как бы это называли, что это будет там под лозунгом всеобщего равенства, с другой стороны, как бы те называли, так сказать, иносказательно день национального паралича, когда будет парализована вся страна, потому что все выйдут в результате, гора родила мышь и получился пшик. Потому что, по некоторым сведениям, центральные улицы, на центральной улице капнут в Тель-Авиве, где обычно собирается вот эта масса на борону, собралось от силы где-то 300-400 человек. Марк, извини, я тебя перебью. Буквально просто уточнение, небольшой штрих. Мы сейчас, я хочу объяснить зрителям, мы разговариваем сейчас 4 часа дня, но основные, как бы, манифестации запланированы на 6-7 часов вечера. Да, но началось это гораздо раньше. Началось это уже с утра сегодня. Окей, 4, там это обычно 5-6. Но началось это сегодня с утра, сегодня утром блокировали дом в Кириатарбе, где живет Бенгвир. Потом еще на ряде мест, там 50 человек, там 30-40, как от силы, попытались и перекрыли Айелон. Уже была последняя информация, что арестовали несколько тех, которые, так сказать, просто хулиганские себя вели, скажем так. То есть, уже сейчас, как ты правильно говоришь, на 4 часа, опять-таки, последняя информация, что по всей стране кругом бегом набралось всего 500 человек. То есть, если бы это действительно реально было что-то серьезное, то там, как они грозились, так сказать, выйдет вся страна, вся страна станет под ружье, все это, так сказать, сказки, на самом деле, не произошло. И вот именно я думаю по тому, о чем ты очень правильно сказал, Миша, по тому, что общественный протест было решено переориентировать на политические рельсы. А вот это уже фиаско, потому что, так сказать, когда еще, скажем, протест носил общественный характер, с ним можно было соглашаться, не соглашаться. Ну, окей, это было красиво, там, женщины в красном, там, дай нам не счастлив, там, еще чего-то там. Ну, как бы это все носило такой карнавальный характер. Окей, это все так и воспринималось, собственно говоря. Значит, я не думаю, что политически это будет иметь успех. Некоторые эксперты и обозреватели считают, что протест дулся, на самом деле, потому что он не находит новой подпитки. Понимаешь, если раньше, как ты правильно сказал, лозунгом было прекратить, остановить, заморозить судебную реформу, то теперь, как бы, так сказать, почва из-под ног выбита. Судебная реформа заморожена. По крайней мере, она отложена вплоть до осенних праздников. И то непонятно, будет она обсуждаться или нет. Правда, это с другой стороны. Это, возможно, чревато и последствиями для коалиционного правительства. Об этом, может быть, если мы прямо будем говорить. А мы поговорим об этом во втором пункте вопросов. Да, да, да. Потом пару слов. То есть, как бы, главный триггер, который, так сказать, выводил на улицы, там, десятки, сотни тысяч человек, он исчез, его нет. То есть, окей, судебная реформа заморожена, никто этого не обсуждает. Значит, надо что-то новое. А что новое, так сказать, свергление правительства, уход в отставку Нитаниягу, там, и так далее. А это уже не работает. Это не работает, потому что, так сказать, в ответ на это мы видели в прошлый четверг, собралось по разным оценкам, опять-таки, по разным оценкам. Не лови меня на слове, что называется. То есть, по одним оценкам 200-300 тысяч, полиция дала 400 тысяч, организаторы сказали 500 тысяч. Неважно. Тем не менее, огромное количество людей вышло, которое подтвердило, что они находятся на другой стороне. И эти 64 мандата, которые получило коалиционное правительство, оно получило их не зря. Поэтому, так сказать, ну хорошо, политический протест, акцент, пока на сегодня, вот когда мы с тобой записывали эту программу, показалось, что он пока ничего толком особенного не дал. И гора в результате родила мышь. Ну, окончательно все-таки подведем итоги завтра, когда будет понятно, как прошел сегодняшний вечер. Марк, к тебе, Марк Борин в данном случае, к тебе, в принципе, тот же вопрос, я только хочу его немножко конкретизировать. На твой взгляд, попытка расширить требования протестующих и перейти вообще уже, ну пусть даже пока не к политическим лозунгам, но вообще к лозунгам национального равенства, которое, по их мнению, страдает в стране и так далее. Это ошибка организаторов протеста? Или ты считаешь, что это, наоборот, вдохнет как бы новую жизнь в это движение? Ну, во-первых, хочу соотнестись с услышанным только что. Мой добрый старый товарищ Марик Котлярский, человек литературный, очень литературный, он прекрасно понимает значение фразы и жить торопится и чувствовать спешит. Он в состоянии в 4 часа дня, даже не в 4, потому что он сейчас набил экрана. Можно определить, что же будет в 6-7 часов. Ну, можно только позавидовать возможности таких предсказаний, причем уверенных, гарантированных, убежденных. То есть представить реальность еще до того, что она произошла. Здорово. Первый ответ на твой вопрос. Ну, во-первых, действительно, результаты происшедшего и того, что говорил ВАРК, и того, что ты говоришь, мы увидим завтра и завтра будем обсуждать на тех или иных ресурсах. Что же касается самого фактов. Я думаю, я думаю, что надо было как-то четче увязать совершенно очевидные вещи. Так называемые, я беру в огромные кавычки, которые не видны на экране, реформа. На самом деле, те реформа, а план государственного переворота. Реформа нужна, но предполагают все другие вещи. Можно абсолютно другую. Не то, что предлагает Левед Левед. Надо было чутьче увязать реформу, с которой народ и чеми-то не согласен. Кстати, насчет прошлого четверга, там по данным полиции, именно полиции, на которые Барик ссылался, там было 200 тысяч. Публицисты говорили по-разному. Полиция говорила 200 тысяч. Мы это еще в прошлую пятницу увидели, определяли совершенно конкретно. 200 тысяч – это было меньше, чем выходило в другие четверги в течение 14 недель. Ненамного, но меньше, там, тысяча, пятьдесят, семьдесят. Первый раз вышли люди, которые поддерживали реформу. 14 недель выходили, летели, выводили на улицы по стране. Так вышли только в Иерусалиме. На автобусах, привезенные во всех городах по стране, выходило 1250-280, 300 вроде, я не видел цифру, но 1280, каждую неделю. Реформа и законы призыва четко взаимосвязаны. Закон о призыве теоретически не может пройти, если так называемая реформа по еврейской традиции не обрежет полномочия Верховного Суда. Теоретически закон о призыве принят быть не может, а учитывая, что если он не будет принят через месяц-полтора, то войдет в силу закон, как говорится, необходимость выходить, приходить в военкомат и в обязательном поляк на призывные пункты. Извини, я тебя перебью. Или, как уже было последние 10 лет, Богатс опять продлит правительство. Совершенно верно. Но я, в отличие от моего доброго друга и коллеги Барика, не готов гипотетически сказать об этом. Я думаю, что Верховный суд, как лично мое мнение, возможно, неправильное, Верховный суд разрешит продлить, если он увидит, что приходит другое правительство. Этого правительства вряд ли разрешит. Такое у меня ощущение. Потому что это его единственное оружие сегодня Верховного Суда, четко держаться буквы закона, буквы и духа. Понятно, что призыв в армию в той форме, которая предлагается религиозными партиями, обществом принято быть не может. Это значит, узаконить неравенство в стране. Не может этого ни стул, ни общество, ни народ. Просто узаконить. Оно и так было. Но так оно приобретает силу закона. Вот есть привилитированная группа, и есть те, кто за них служит, за них платит налоги и так далее. Это с этим согласиться невозможно. Это хотят узаконить силой. Так же эти реформы. У меня такое чувство. Барик прав, она ее заморозили. Но я думаю, что она сдулась, что к реформе уже вряд ли возможно будет ввенуться. Либо просто физически продавить количественно позицию воли народа. Ну, что ж, как получится. Как получится. Марк Котлярский в данном случае. Возвращаюсь к тебе. И я хочу вернуться к твоим словам по поводу того, что отсрочка принятия судебной реформы, которая сделана, она как бы, это медаль о двух сторонах, что это может отразиться на судьбе Бениамина Тиньягу, потому что от коалиционной партии многие этим недовольны. Это действительно так. Я хотел бы тебя спросить, твое мнение по поводу ситуации, в которой оказался Бениамин Тиньяг. Потому что, с одной стороны, есть протесты, которые, что бы про них ни говорили, меньше они выходят людей на 30 тысяч или больше на 30 тысяч, они продолжаются уже 14 недель. С начала года, каждую субботу, хотя прогнозировали, что оно это все продлится максимум 2-3 недели. А они продолжаются. И сторонников не убывает. С другой стороны, как ты сказал, прошлая пятница, прошлый четверг показал, что масса есть сторонников реформы, которые собрались в Иерусалиме, которые требуют принять эту судебную реформу. С другой стороны еще, тут много сторон в данном случае, есть ультрарелигиозные партии, которые прямо сказали, если Нантиньяву боится принять закон о призыве, пусть не будет главой правительства. Мы его поддерживать не будем. Есть еще Бенгвир, который грозится хлопнуть дверью, потому что его не устраивает, как была проведена последняя операция в Газе, точнее ее отсутствие и так далее. То есть, и плюс еще, все это подкрепляется, я знаю, как ты относишься к социологическим вопросам, но они практически все и уже не первую неделю показывают падение личной популярности Бенемина Тиньягу, а не только партии веков. Скажи, пожалуйста, Бенемин Тиньягу известен тем, что он может выпутаться из любой ситуации. Из этой тоже, на твой взгляд, выйдет? Это победителем. Ну, это опять на уровне прогнозов. Если опять-таки верить или не верить цифрам, показателям, опросам. Но, безусловно, причем я хочу еще раз как бы сказать свои пять копеек своему уважаемому коллеге Марику Горину, которого я безмерно уважаю, что он ошибается. Я внимательно следил за ходом демонстрации в четверг, и последняя оценка полиции, именно, я подчеркиваю, полицией была именно 400 тысяч человек. Это оценка полиции на иврите. Может, ты читал на русском, там меньше дали, это бывает иногда. Русская пресса иногда отстает от ивритской. Ивритская пресса дала на, где-то примерно началась 8 часов демонстрация, примерно в 10 часов вечера полиция дала в своей оценке 400 тысяч человек. Организаторы говорили... Я перевью. Эти данные были утром, в пятницу, в присутствии нашего уважаемого ведущего в интернете на иврите. Я не знаю, что ваши там уважаемые ведущие видели. Я следил внимательно за ходом этого митинга буквально по минутам. Коллеги, я прошу прощения, мне просто жаль уходящего времени, которого осталось немного. Теперь пошли дальше. Это как бы поправка такая моя. Я, так сказать, больше верю себе в данном случае, чем ведущим лучшего радио. Значит, теперь, как бы, так сказать, я хочу сказать о том, о чем ты говоришь. Прогноз дело очень сложное и очень неблагодарное. Но ситуация, как говорится, 50 на 50. Безусловно, Миш, я согласен с тем, что Дениамин Нетаньягу особенно после, на мой взгляд, крайне неудачной и слабой реакции на то, что произошло в Газе после того, как исламский джихад выпустил больше 140 ракет по территории Израиля. Ответ был опять там по пустырям, стараям там, которых назвали там объектами Хамаса и так далее. После того, когда Дениамин Нетаньягу принял решение заморозить реформу и отодвинуть или непонятно на какой срок. После того, когда он опять, так сказать, маневрирует между законом о всеобщей войске и повинности и судебной реформой, так сказать, пытаясь отсрочить их или отодвинуть или принять их в той форме, естественно, я думаю, что как бы его позиции безусловно закатались и я в этом спорить не буду. То есть, при том, что, скажем, на мой взгляд, наиболее объективным был опрос 14-го канала, который, ну, понятно, он проправительственный, но должен быть хоть один канал какой-то проправительственный, да? Остальные работают на оппозицию. То есть, это нормально, баланс там. Три канала работают на оппозицию. Хорошо, но даже 14-й канал показал. Даже 14-й канал показал падение, да, совершенно верно. 58 голосов, мандатов примерно это самое. Но там был как бы еще интересный момент, то есть, как бы против Лапидо Нитаниягу, если выставляет кандидатуру как премьер Нитаниягу, побеждает, но при этом он уступает Бенни Ганс. То есть, как бы, то есть, понятно, что на фоне, так сказать, того, что теряет Лапидо, возрастает такая, вырастает, безусловно, до невозможных размеров, достаточно средняя фигура его и, безусловно, никакого политика как Бенни Ганса. Но дело даже не в этом. я думаю, что Нитаниягу прекрасно отдает себе отчет, что сейчас происходит. И Демарс Бенгвира, человека, который, я считаю, одним из лучших молодых политиков, безусловно, это ему, для него первая красная сигнальная лампа. Потому что, я напомню, что, во-первых, не просто он хлопнул дверью, а, во-первых, он, например, в день сегодня, когда мы записываем, вся фракция отказалась участвовать в голосовании в Кнесте и уехала в Сдерот, где проводят свое собственное заседание. И было объявлено, я не знаю, насколько это верно, но я читал как бы информацию, что Бенгвир сказал, что до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по поводу того, как Нитаниягу относится к Бенгвиру, фракция вообще перестает голосовать на пленарных заседаниях Кнеста. Я не знаю, приведет ли он на эту дальнейшую угрозу в исполнении, но у меня такое чувство, что все идет к тому, собственно говоря, о чем в личном письме к Нитаниягу писал Юваль Дискин, бывший шабаковец, который очень четко представал картину и сказал Нитаниягу в личном письме следующее, я напомню, может быть не все помнят, но я напомню, он написал ему следующее, значит, выстроил как бы план действий и, судя по всему, вот так оно происходит, поэтому все эти протесты, это тюр шабачья, эфиркина грамота, которая совершенно не играет никакой роли. Все решается помимо нас, наверху там, в узких телейных кабинетах. Кто написал Дискин? Он написал, значит, так, ты выводишь, Нитаниягу он написал, из состава кабинета правительства, Бенгвира, и смотрите, вводишь вместо них Ганса, Сара, Элькина и против Присных, создается так называемое правительство национального единства, после этого ты подаешь в отставку, а мы закрываем все твои судебные дела. Это было письмо Ювалия Дискина, бывшего шабаковца, я думаю, начальника шабака, и я думаю, что это тот самый сценарий, который сегодня устраивает оппозицию, и по которому, возможно, если Нитаниягу не опомнится и не придет в себя, я думаю, что по которому, возможно, и будет развиваться все остальные события. Спасибо, Марк Горин. В принципе, тот же вопрос тебе, насколько опасна лично для Нитаниягу ты считаешь нынешнюю ситуацию в правительстве и парламенте, сможет ли он ее разрулить, или же, как многие считают, нас ждут новые выборы, потому что коалиция может развалиться? Ситуация, безусловно, давайте начнем больше всего. Я никогда в жизни не колоссал за Нитаниягу или партию, которую он возглавляет, но при этом считаю его человеком очень умным, очень способным, может быть, самым опытным политиком в стране. столь же опытен, наверное, Либерман, но поскольку все-таки Нитаниягу занимал плосковое правительство, то это приоритеты понятны. При этом я также считаю, что последние, я не могу сказать, я скажу так, в предыдущие годы руководства Нитаниягу правительством вся внутренняя политика страны сводилась к тому, сколько денег даст Нитаниягу религиозным, ультрарелигиозным, обратите внимание, первые три месяца практически собирался военно-политический кабинет, а все коалиция занималась только законами про Нитаниягу, сколько он имеет права получить денег, какие у него будут личные условия и так далее и тому подобное. Все к этому сводил, ну, немножко и продели. Будет у нас рецидивист вторым человеком в стране. Ситуация у Нитаниягу очень сложная. Он, безусловно, политически очень сильно ослабел этому способствовала и вот история с реформой, которую он сам не хочет и вынужден ее защищать, потому что его шантажируют, ему обещают освобождение от уголовного преследования. Пятое и десятое. Что он сам будет, обещают, что он сам будет означать судью на своем процессе реформу предполагать. И поэтому, конечно, что он очень ослабел и увольнение министра обороны, которое отказалось не увольнение. И вот тут я готов согласиться с вами, очень слабая реакция на то, что произошло в Газе. У нас за год прошлого правительства не упало столько ракет на территорию Израиля, сколько за два дня здесь. У нас цены на молоко так не повышали. Вообще цены не так не повышали. Ну, неважно. В общем, то, что происходит ужасно. Но я считаю все-таки, что это не очень опытный политик. У него есть свои речи один. Я думаю, что он в данном случае найдет выход из положения за исключением только одного. Как это? Кто нам мешает, тот нам поможет. Или наоборот? Он должен был помочь, нам мешает. Да. Кто нам мешает, тот нам поможет. Я говорю, или наоборот? Наоборот. Кто хотел бы помочь, там мешает. Ультрарелигиозные партии будут убедиться по поводу закона о призыве и не прийти на голосование по бюджету. Это возможно, и тогда действительно правительство автоматически уходит в отставку. Что касается Брэнгвира, то я думаю, что с ним он разберется. Брэнгвир, на мой взгляд, не готов покинуть коалицию. Он достаточно слаб. Он, как говорится, по натуре ради красного славца не пожалеет и отца. То есть, в данном случае свою коалицию. То есть, ради искру коалицию, которая его сделала хоть кем-то, кроме простого обычного зауряда уличного хулиганства. Кем-то она его сделала. Он готов ради красного славца ее не пожалеть. Но, в конце концов, он, я думаю, становится не ему тягаться с таким руководителем, как не Таньякова. Причем вам, Кем-то, Павел, проверим. Времени до принятия бюджета осталось немного. Все будет понятно, когда этот час. Верно. И это, по-моему, первый раз в моей, вот, за 30 лет работы в юнеральной журналистике, я первый раз готов пожелать внутри религиозной партии стоять до конца. Коллеги, все, на этом все. Спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие израильские журналисты Марк Котлярский и Марк Горин. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин